Корпус 3D принтера сделан полностью из алюминиевых уголков. Соединения все клёпочные. Такие материалы я использовал, во-первых, это дёшево, во-вторых, надёжность и отсутствие каких-либо изменений геометрических параметров при перемещениях. Ну, я видел, что многие предлагают купить спецпрофиль для 3D принтеров. К ним ещё спецугалки для крепления всего этого. Но, как они же потом и говорят, такое соединение хлипкое, и его надо усиливать. Вот что я, собственно, и сделал. Вот угловые укосины. Здесь, 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 между всеми стойками. Использую шкивы на 20 зубов для ремня GT2 10-миллиметрового. Соответственно, приходится делать узлы крепления шкивов в кроме. из алюминиевого профиля. Размером 20 на 40. Для осея шкивов оказалось самым оптимальным использовать стяжные винты для мебели диаметром 5 миллиметров. Высота этих винтов берётся больше 20 миллиметров, ну, чтобы оставить ещё запас в миллиметр под шайбу 5-миллиметровую. Лишнее отпиливаем здесь. Для подвижной системы использовал направляющие рельсы. Решил в качестве экструдера использовать экструдер-циклоп. Сюда входят два филамента. Выходной сопло одно. Стоп-датчик ACZ индуктивный. Датчик NPN с нормально открытым контактом и питанием от 5 вольт. Конечные датчики по осям X и Y оптические. Для их срабатывания добавил специальные выступы на подвижных системах. Видел в интернете много вариантов соединения проводов в печатающих головках 3D-принтера. У кого-то это шлейфы плоские, у кого-то даже в гофре провода. Я вот решил сделать соединение обычным сетевым кабелем. У ТП-5. Для увеличения общего сечения проводов к нагревательному элементу. Вот за параллелем по паре проводов. Соответственно, подключение производится через разъемчики. Пришлось сделать плату для подключения нагревательных элементов. Датчика. Вентиляторов. Остальных четырех проводов вполне достаточно на остальные функции. Шкивы закрепил, как я ранее рассказывал, на алюминиевый профиль через винты для стяжки мебели. Каркас подвижного стола по оси Z выполнен также из алюминиевого профиля. Соединения усилены металлическими уголками на заклепках. Корпус для управляющего модуля можно, конечно, было купить готовый. Но у меня было много алюминиевых обрезков и отходов, поэтому я его сделал из них. При подключении индуктивного датчика к Ардуино Дуя, который был рассчитан на 5 вольт, обнаружилась проблема. Он не срабатывал. После измерения напряжения на пинах, где написано 5 вольт, я обнаружил, что там на самом деле 3,3 вольта. Поэтому тока и напряжения для индуктивного датчика им было недостаточно. Пришлось сделать плату для оптопары для подключения сигнального вывода от датчика оси Z. Схема представлена. Можно шрисовать на паузе. Вот датчик в готовом виде. Будем использовать прошивку, которая имеется на сайте Алиэкспресс. Вот эта прошивка для Ардуино Дуя. Загружаем прошивку, распаковываем на своем компьютере и запускаем Ардуино Дуя. Щелкаем два раза на файл Repeater.inu. В открывшемся приложении, на закладке конфигурации, проверяем номер своей платы. По умолчанию 408. Далее корректируем установки для перемещения шаговых двигателей по осям XYZ и каждого из экструдеров. Их два. Для использования автоуровня нужно задать параметр, называемый TheProboPin, равным в данном случае пину минимального датчика CZ. Далее переходим на сайт Repeater.com. Через пункт меню Repeater Host Download переходим на страницу загрузки программы. Следуем пунктам меню, ставим флажки, давим кнопки и устанавливаем программу. Скачиваем любую тестовую модель для 3D принтера в формате STL. Заходим в ранее установленную программу Repeater Host, загружаем ее туда. Через пункт меню файл открыть. Для того, чтобы распечатать нужную модель на 3D принтере, ее необходимо обработать слайсером. Переходим на закладку слайсер и нажимаем кнопку записать для печати с карты. Модуль Arduino Doe подключаем через программный порт к компьютеру и загружаем прошивку Repeater, отредактированную с параметрами. Проверим настройки перемещения по осям и срабатывания концевых датчиков. По оси X датчик работает. Проверим ось игры. Проверим ось игры. По оси Y датчик также великолепно срабатывает. Срабатывание датчиков. по оси Z и функцию автоуровня. Для правильной установки высоты сопла относительно уровня стола необходимо задать правильно параметр в прошивке, называемый Z-Probe Offset. Для проверки правильности задания параметра смещения сопла от уровня стола запустил печать тестовой модели. Выяснилось, что холодному алюминиевому столу PLA-пластик совершенно не пристаёт. Ну, подложил то, что было под рукой. Нужен, в общем, подогрев для стола. Продолжение следует... Так работает автоуровень. Запустил печать тестовой модели на холодном столе. Первый слой, как и предполагалось, совершенно не пристал к основанию, а модель покоробилась. А так как заполненность модели в слайсере была установлена на 20%, то и результат не заставил долго ждать. Как говорится, первый блин к вам. Тут можно со спокойной душой перемотать на 15-ю минуту, чтобы не смотреть, как принтер печатает. И тут вспомнился анекдот. И тут вспомнился анекдот. Ну, назови тогда дверь. Как-то не по-человечески получается. Ну, назови тогда Костиком. Анекдот номер 3. Реальная новость от Волгоградского завода транспортного машиностроения за 2019 год. Разработана и изготовлена уникальная трехосная полноприводная военно-полевая церковь с выдвигающимся куполом на шасси Кременчугского автозавода. Кто досмотрел досюда, тому четвертый анекдот. Заказчик на объекте принимает работу подрядчика. Тот подводит его к выкопанной шахте диаметром 3 метра и глубиной 50 метров. Заглядывая туда, на дне горит прожектор. Заказчик. Что это? Подрядчик. Вот же чертеж, по нему и сделали. Заказчик переворачивает чертеж на 180 градусов. Это маяк, мва, шумать, маяк! Музыка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Каких-то 40 минут и модель напечатана. Продолжение следует... О боже, что это? Что за волоси? Я ажурная вязь! Продолжение следует... Вот такой мой первый блин! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...